Родительский клуб Нравственным заповедям, которые дал нам Господь наш Иисус Христос. Очень часто сегодня возникает вопрос, почему дети выходят из-под контроля. Взрослые люди не могут ничего поделать с маленьким человеком, который вдруг заявляет, что он совсем по-другому смотрит на мир. Бывает, что он открыто бунтует против родительского авторитета. Откуда все это? Дело в том, что душа человека устроена премудрым Творцом, и она устроена свободной. Хотим мы этого или нет, но надо признаться себе самим, что наши дети – это не наша собственность. Они не принадлежат нам на правах имущества, которым мы можем всецело распоряжаться. Это далеко не так. Дети являются детьми Бога. Это Его дети. Все мы, собственно, Его дети. Мы братья и сестры. Но на земле устроено так, что существуют земные родители. И вот нашим детям мы должны, желательно до того возраста, когда у них сформируется собственная воля, то есть до семи лет, мы должны им объяснить, честно признаться, что мы с тобой братья и сестры. Просто Господь дал нам тебя в воспитании. Можно сказать, мы твои старшие братья и сестры, мама и папа. Мы называемся так – земная мама, земной папа, но все мы – дети одного Отца, Бога. И когда ребенок поймет, что Отец его Бог, он очень многое будет прощать нам с вами. Прощать переборы с воспитанием, переборы с какой-то строгостью. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что мы можем ошибаться, потому что не ошибается только Господь. Мы же, когда ставим себя на его место, ребенок начинает считать, что мы – Боги, мы безгрешные, мы совершенные. И вдруг оказывается, что родители могут перегнуть палку, могут несправедливо наказать, могут слукавить. И тогда ребенок отворачивается от нас, потому что он вознес нас с нашей же помощью на место Отца Небесного. Надо уступить главное место Богу, сказать, сыночек, доченька, Отец наш Небесный, Он и есть само совершенство. А мы, как можем, стараемся тебя вести к Нему. И тогда, когда наступит так называемый переходный возраст, даже если наш авторитет упадет в их глазах, у них останется Бог, на Которого они смогут опереться. И они не уйдут ни в какие-то дикие субкультуры, не будут протестовать против всего и вся, потому что они протестуют против обмана, потому что родители не рассказали им о Боге. И вот если мы сумеем донести до них их сыновство и то, что они являются детьми самого Творца, тогда дети будут благодарны нам. Я думаю, что и после 12, и после 15 связь с ними сохранится уже как с друзьями, как с самыми близкими людьми, с которыми можно все рассказать. То есть не будет вот этого расхождения, не будет вот этого непонимания закрытых ушей, опущенной головы, когда ребенок полностью закрыт от контакта. Это все происходит от нашей лжи. Мы должны с вами говорить им правду про Отца Небесного. Этой встречей мы откроем нашу с вами серию встреч родительского клуба, будем делиться своим семейным опытом и будем вместе вести наших детишек к свету. Субтитры создавал DimaTorzok